Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Сейчас я покажу вам, как на устройстве LG G8S ThinQ выполнить первоначальную настройку при включении устройства. Итак, в начале вам нужно выбрать язык системы, который будете использовать. То есть нажимаем на язык и выбираем русский, либо же тот, который вы, собственно, будете использовать. Затем нажимаем на наш синий кружочек со стрелочкой и теперь выбираем, как мы будем использовать наш экран с монобровью, то есть вот этим вот вырезом, который многим почему-то может очень сильно не нравится, либо же вот такой вот будет укрытый у нас вверх. Это делает наш телефон немного несимметричным, скажем так, но при этом вверху панель это достаточно активно, то есть здесь мы видим статус телефона, то есть статус каких-то подкатегории устройства, а с левой стороны будут уведомления от приложений. При этом никакие приложения не будут залазить на эту область, а значит и не будет никаких проблем с монобровью. Но мне больше нравится такой вариант, все-таки экран больше и он кажется чуть более симметричным, поэтому нажимаем далее. И если хотите, можете сразу вставить сим-карту. Сейчас я делать этого не буду, поэтому нажимаем пропуск. После чего желательно нужно подключиться к сети Wi-Fi, поэтому нажимаем на кнопочку Wi-Fi и затем выбираем сеть, в которой хотим подключиться. В моем случае это это, и я начинаю вписывать пароль. После того, как мы вписали пароль, нажимаем на кнопочку «Подключиться». После того, как телефон подключился к сети Wi-Fi, нажимаем на кнопочку «Далее» и ждем, пока наш телефон проверит, зарегистрирован ли этот телефон в черных списках стран, есть ли с ним какие-то проблемы, или же все-таки нет, и можно спокойно подключаться к Google. Нажимаем «Не копировать данные», если не хотите копировать данные со старого устройства. Если хотите, тогда посмотрите наше видео, как это сделать правильно, то есть при первоначальной настройке это делать не нужно. Вот, а теперь вписываем уже адрес электронной почты Google. Как же это сделать? Ну, на самом деле, все очень просто. Нужно вписать сначала сам адрес, а затем нажимаем кнопку «Далее», после чего начинаем вписывать пароль. После того, как мы с вами вписали пароль, нажимаем на кнопочку «Далее». Затем мы с вами делаем следующую достаточно важную, во всяком случае, на мой взгляд, вещь. Читаем сообщения о том, какие у нас все-таки условия использования, потому что каждый раз они меняются, и очень часто говорят нам, что ваш телефон сможет все время прослушиваться и прочитываться. Такое иногда бывает, то есть желательно, конечно же, прочесть, потому что иногда они наглеют. Но если у вас все устраивает, нажимаете «Принимаю», потому что, в принципе, без этого устройством пользоваться невозможно. Поэтому идем далее. Выбираем «Сохранять резервную копию на Google диске» либо же «Нет». Я, пожалуй, буду сохранять, все это тоже добавляю. Важный момент. Будем ли мы добавлять отпечаток пальца, распознавание лица, пин-код, кнопку, код, либо же «Нет». Я, пожалуй, буду настраивать «Нок-код», графический ключ, и, по сути, все. Установить последовательность касаний для разблокировки экрана. Это фишка именно LG. Мы выбираем «Нок-код». И смотрите, «Нок-код» позволяет вам ввести ключ, чтобы разблокировать экран, не включая его. При выключенном экране наберите ваш «Нок-код» в любом месте экрана, чтобы сразу перейти к главному экрану. Нажимаем «Далее». Введите «Нок-код». Код должен состоять максимум из шести касаний в трех различных четвертях экрана. То есть, что мы делаем? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Нажимаем «Далее». Подтверждаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Подтверждаем. Способ разблокировки экрана установлен. Нажимаем «Далее». И теперь настраиваем нашего Google-ассистента. Нажимаем «Принимаю». И говорим «Окей, Google». У меня мой завелся на телефоне. Еще раз говорим «Окей, Google». И последний раз «Окей, Google». Отлично. Нажимаем «Далее». Восьмая «Готов к работе». Далее, далее. И юридические документы. И далее. Я согласен со всеми документами юридическими. Нажимаем «Готов». Ну что ж. Вот и все. Наш LG, по сути дела, уже готов к работе. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания. 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 Продолжение следует...